Доброе всем время суток. Как вы видите, по обстановке я путешествую, но я бы хотел все равно, чтобы недельный урок продолжался. Мы начали читать книгу Ваикра. И не только строительство мешка, на котором мы говорили, но и жертвоприношение, которое описано в книге Ваикра, казалось бы, сложно связать с нашей повседневной жизнью. И я бы хотел показать вам некие дополнительные аспекты, которые могут сделать это более понятным и более релевантным для нас, как я назвал это, уроки на каждый день. Я бы начал с первого слова книги Ваикра. Книга Ваикра, ну это первое слово, но это не случайно, что нашу книгу с этого, кстати, разбили на Хумашим, на пять частей Торы, Хмеша Хумшей Тора, именно начиная с этого отрывка. И очень интересно, когда мнение наших мудрецов не соответствует обычной человеческой логике, казалось бы, как, например, почему называется шмот, а не исход, почему шмот имена, а не исход. Мы об этом говорили. Так вот, Ваикра, он дословно позвал, да, Лекро, Лекро Эль или Лекро Ле, это звать, да, Лекро это вообще читать, а Лекро Ле это звать. Дословно, знаете, если вы когда отходили в Ульпан, вы, наверное, ознакомились с фразой Эх, Кури Млыха, как тебя зовут дословно, да, какое твое имя. Так вот, Ваикра Эль Моше, Ваикра, кто позвал Моше Всевышний. Теперь, что очень интересно, что здесь есть то, что называется Алиф Заира, Заира это Ктана, то есть, слово Ваикра, корень Кара, Куф Рейш Алиф. Алиф в этом корне, в свитке Торы уменьшено, да, и это всегда не случайно. Я вам приведу сначала то, что говорит Раше, а потом покажу, хочу показать некий дополнительный аспект этого. Теперь Медраж, очень интересно, помните, мы говорили, что лицо Моше светилось, потому что он, как бы, если так можно сказать, спорил со Всевышним, когда Всевышний хотел уничтожить еврейский народ после греха Золотого Тельца, и когда он спросил Всевышнего, покажи мне пути твои, почему есть праведники, которые страдают, то есть, уже, так сказать, то, что человек задает этот вопрос, не является просто пассивной пешкой, как мы скажем, дундуком, а он, так сказать, у него есть некое этическое стержень, ему это небезразлично, это, так сказать, дает свечение лицу. И вторая версия Медраше, это то, что у него остались чернила после написания Торы, и эти чернила, делая так, что его лицо светилось. Так вот, чернила, говорят, комментаторы, как у него могли остаться чернила, и все было не просто так, потому что некоторые буквы были маленькие. Так вот, это маленькая буква, как бы остались дополнительные чернила, и я вам попытаюсь объяснить, что это такое. Ну, маленькая буква, ну, что такое? Значит, почему это так важно? Так вот, Раши говорит очень такую известную вещь, он говорит, Всегда перед какими-то заповедями, обращениями, Всевышний звал Муше, и поэтому, так сказать, вежливое, с точки зрения Торы, обращение от обращения человеку по имени. Потому что имя имеет, так сказать, особое значение для человека, это подтверждается современной психологией, и поэтому, кстати, во всяких-то их подавляющих структурах, ни в руководине будет сказано, в каких-то там местах заключения, допроса, и даже в армейских, по каким-то причинам, может быть, правильно, может быть, нет, к людям не обращаются по имени, там, может быть, по званию, но обращение по имени – это Лашон Хиба. Но Муше не хотел, чтобы Всевышний писал букву Алиф. Муше, как бы, сказал, как говорит, Раши, То есть, это, как бы, очень высокое такое, так сказать, дословно, как ангелы обращаются друг к другу. Он, что сказал бы очень скромно, нет, достаточно сказать, воикар, как Всевышний обратился к Беламу, да, и карет лошон микре, да, то есть, как бы, он ничего особенного, просто случайно Всевышний к нему обратился. Но Всевышний с этим не соглашился, говорит Раши, потому что... Мы читаем это в молитве, ангелы кара зовут друг друга. Но к нееврейским пророкам он обращается нечистым дословным языком, нечистым обращением, которое символизирует случайность. И поэтому вот такой компромисс, буква была включена, но из уважения к скромности Маше буква была маленькой. Это очень важная вещь, скромность, потрясающая вещь, но я вам хочу показать дополнительный аспект. Рамбан Нахманит в своем комментарии, предисловии к комментарию на Тору, приводит Медраж, который говорит о том, что Тора была дословно написана черным огнем на белом огне, до сотворения мира. Так вот, есть разные мнения, что значит она была написана, как она была написана, что там Эвид Авраам сказал, слуга Авраама, этот сказал, что евреи сделали. Не такая простая вещь, есть разные мнения. Но потому что пишет Нахманит, крайней мере в моем скромном понимании, понимании нескольких его комментаторов, речь идет о том, что Торе есть два компонента. Что значит белый огонь и черный огонь, который символизирует в наше время белый пергамент и черные буквы? Я вам приведу пример, почему это так важно, потому что мы все знаем, что 600 тысяч евреев вышло из Египта, и каждый еврей соответствовал букве в Торе. Но Шишимары, вот, условно, 60-10 тысяч еврейских душ соответствовали 600 тысяч букв Торе. Теперь, если кто-то из вас знаком с фактами, многие люди повторяют это всю жизнь, не проверяя факты, и в многих других вещах. И поэтому я всячески рекомендую, как я всегда говорю, проверяйте то, что я говорю. Это вас натолкнет на интересные источники, спорьте со мной и т.д. Но факт состоит в том, что в Торе нету 600 тысяч букв. В Торе есть чуть меньше 305 тысяч букв. Я их лично, конечно, не считал, но это подсчитано много раз, так сказать, 304 плюс тысяч букв, да? И как же есть 600 тысяч букв? Как же Митрас говорит, что есть 600 тысяч букв? Есть разные мнения. Есть одно мнение, что каждой букве в черном огне, так сказать, соответствует буква на белом огне. Я слышал еще мнение, что промежутки между буквами тоже не случайны, или между, так сказать, отрывками. Но как бы вы на это ни смотрели, есть некое дополнение. То есть черный огонь, скажем, это примерно, я скажу, округляю 350 тысяч букв. Есть какие-то эквиваленты, которые почти такие же по значимости, да? Чтобы было 600 тысяч. Немножко больше черного огня, но остальное, скажем так, это белый огонь. И из того, что, как, насколько, так сказать, мое скромное понятие Рамбома, есть разные вещи. Мила на иврите происходит от слова ламуль, да? Маль – это разрезать, да? Как брит мила, обрезание, отрезание, да? И ограничение. Поэтому слова мила – это что-то, что ограничивает некий духовный контекст, ограниченное значение, да? То есть если есть некая, так сказать, река мыслей или поток мыслей выражается в какие-то отрезки слов, да? Скажем так. То есть слова всегда ограничивают. И то же самое буквы, в них есть высокое духовное значение. С помощью букв Всевышнего творил мир. Но буквы всегда ограничивают что-то, да? У букв есть ограниченные числовые значения, другие значения. Они могут быть многоплановые, но они ограничены. Таким образом, белый огонь символизирует как бы неограниченное, так сказать, в некотором смысле присутствие Всевышнего, так сказать, большее, так сказать, гештальфию, присутствие Всевышнего в каждом моменте. А черный огонь, буква, символизирует конкретный закон, конкретную действительность, конкретную мысль. И в этом смысле величие Моше состояло в том, что, будучи уникальным человеком, который передал нам закон, он мог видеть его контекст. То есть он мог видеть черный огонь в среде белого огня. Он мог видеть букву Алиф, так сказать, которая символизировала Всевышнего в окружающем контексте, в окружающей среде духовной. И в этом была его уникальность. И поэтому даже Яушуа, что уж там говорить, так сказать, про наше скромное сравнение, даже если мы, так сказать, посмотрим на Яушуа, то Гмара говорит, что Яушуа был как Луна по сравнению с Моше, который был как Солнце. То есть Луна принимает часть света от Солнца и передает его дальше. И понятно, почему Моше хотелось уменьшить букву Алиф, и понятно, почему начинается вся книга, которая Левитикус, Левит, я не знаю, как она там называется еще. Мудрецы тоже называли эту Тураткуаним, но официально это вторичное, значит, конечно, это рассказывает о законах храма, это очевидно. Но формальное всегда называлось книговая икра, потому что оно символизирует позыв, так сказать, зов Всевышнего каждому из нас через ту действительность, которая вокруг нас. Это сочетание, так сказать, этого белого огня и черного огня. И другое понимание, что Алиф – это Всевышний, да, Алиф символизирует Всевышний, Эхад, да. И в этой реальности, какая она, так сказать, тяжелая или сложная и не отремонтированная, скажем так, не была, в ней всегда есть присутствие Всевышнего. Никогда это не надо забывать. И поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то трудностью, мы можем посмотреть в нее как некий трамплин, как некую возможность подняться в служении Всевышнему. То есть это всегда есть возможность или подняться, или пойти в другую сторону. Как говорил Рамхаль, на самом деле жизнь – простая штука, нужно верить во Всевышнего, да, нужно выполнять заповеди и выдерживать испытания. А вот как это сделать, это намного сложнее, был такой детский анекдот про то, что мышки пришли к сове и сказали, вы знаете, житья нет, кошки там всякие нас поедают, мышеловки везде, мы не знаем, что делать. Ну, сова говорит, ну как, я думаю, что нужно, во-первых, чтобы у вас выросли иголки, тогда у вас кошки перестанут есть, и приобретите резистентность ко всяким ядам, свертываясь кровью, измените. Тогда вам не будут страшны всякие яды и часть мышеловок, кости там сделайте потолще. Они говорят, да, это интересная идея, а как это сделать? А сова говорит, вы знаете, я стратег, я тактикой не занимаюсь. Вот, поэтому, так сказать, стратегически это очень легко сказать, а тактически это очень тяжело сделать. Но на самом деле в этом есть высокая идея, что во всей действительности, которая символизируется этим белым огнем, всегда есть присутствие Всевышнего, и всегда по-настоящему, когда вы в идеале задаете вопрос, вы применяете закон Торы, должны помнить об этих сочетаниях, что это буквы, это слова, но между ними есть пространство, и они даются в определенном контексте. И поэтому очень много людей или совершают какие-то странные действия, которые людям кажутся неадекватными, или как-то с точки зрения морали не очень понятными, или самим не очень понятными иногда, потому что, казалось бы, все правильно прочитано, переведено, но вот этого компонента, этого сочетания, это связью, так сказать, черного огня и белого огня нету, или если вы хотите более, так сказать, реалистическая вещь, что есть дополнительный том Шелхана Руха, который называется «Здравый смысл», иногда это отсутствует, и все зависит от человека времени и места, как мы говорили много раз. Теперь давайте я вам дам еще несколько идей. Во-первых, что это за книга, что здесь происходит? Какие-то списки законов, тума, тахара, какие-то, так сказать, жертвоприношения, чистота духовная, нечистота, и, кстати, очень значительная часть гморы как раз посвящена этим вопросам. Ее часто не учат в каких-то, так сказать, программах, потому что, ну, как бы, понятным причинам, но значительная часть талмуда именно занимается этими вопросами, и значительное количество заповедей. Мы не можем выполнять очень большое число заповедей в наше время, потому что у нас нет храма, и мы не находимся в состоянии чистоты, духовной состоянии чистоты. Просто я вам хочу понять, что для Тора это очень важная вещь. Почему это очень важная вещь? Потому что, так сказать, опять же, взгляда птичьего полета, иногда очень важно смотреть, как я иногда делал на буквы, там, на все такое, иногда нужно посмотреть, так сказать, гешталь, на, как бы, так сказать, с высоты, если можно сказать, птичьего полета. Мы начали сотворение мира, которое с точки зрения Торы завершилось, когда Шхена спустилась в храм, в переносной храм, в Табернакл, или мы прошли через исход из Египта, и исход из Египта завершился, когда мы говорили, когда Шхена спустилась в Мишкан, это конец книги Шмот, и мы сказали, что даже Моше не мог заходить. То есть проявление Всевышнего было настолько сильным, что в отличие от горы Синай, где Моше мог заходить в эти облака, когда Шхена спустилась в этот переносной храм, он не мог туда заходить. И я бы хотел еще, как бы, в нескольких словах представить, почему это так важно, что здесь происходит. Как только Божественное Соперисусство спустилось в переносной храм, Всевышний был в нашей среде. И, например, я не знаю, какой пример, какую аллегорию привести, потому что меня могут смотреть люди в самых разных ситуациях и географических, так сказать, местонахождениях. Но у каждого человека есть такая ситуация, когда он находится в присутствии какого-то, так сказать, представителя власти или духовного авторитета, которому он испытывает или пиетет, или просто его боится, или, так сказать, ну, как-то ведет себя по-другому. И когда вы находитесь в таком присутствии, это, например, мудрецов в присутствии царя или там наместника, хотя это не обязательно положительные люди, вы ведете себя по-другому. Ну, это тоже не случайно. Рафф Файнштейн, например, никогда не двигался, когда он молился шмунайсеры. И, можно спросить, почему он сказал, что когда меня вызывали в 20-е годы в НКВД, его заставляли несколько часов стоять, не двигаться. И он помнит, что хотя это, так сказать, совершенно злодеи и нечестивые люди, но, то есть, вот это ощущение присутствия власти, да, и тем более он так, так сказать, тем более по отношению к Всевышнему он так молился шмунайсер. Это не значит, что мы должны так делать, но я просто показываю, что есть такое ощущение, ну, в присутствии королевы, там, вашего, там, декана, я не знаю, у кого, участкового, люди обычно ведут себя по-другому. И это нормально. Так вот, когда спустилось присутствие Всевышнего, мы должны вести себя по-другому. Рафонман говорит, что в Торе есть некая, так сказать, хиазма, как он всегда любит представлять, что Всевышний сделал для нас место в этом мире. Всевышнему не нужны, так сказать, все материальные, так сказать, константы, да, и равно МЦ квадрат, и пространство, и время, и воздух, и вода, и все, что вы видите вокруг себя, Всевышний сделал это для нас. И он сделал такие законы, чтобы мы, как бы, могли существовать и существовать, как бы нам, казалось бы, автономно, да, и у нас была свобода выбора. И поэтому самое лучшее, что мы можем сделать добровольно в этом своем созданном Всевышнем для нас пространстве, выделить какое-то место для Всевышнего. И когда мы выделяем это Всевышнего, мы выделяем по законам, которые для нас, казалось бы, ну, как бы, не нужны, логически не вытекают из нашей повседневной жизни, как, например, законы о Тума и Туара, и Курбанот, и в конце книги Ваикра, прямо так и сказано, Это заповеди, которые повелел Всевышний Муше на горе Синай, то есть всю книгу Ваикра, евреи никуда не двигались. И хотя сказано в конце книги Шмот, что когда поднимется облако славы, будете двигаться, они никуда не двигались до конца книги Ваикра. Книговая Икра поисвещена этим центральным идеям, как жить со Всевышним. Опять же, у нас нету храма, мы не знаем, что такое Тума и Туара. Я могу объяснить там какие-то законы на минимальном уровне, которые я знаю, но это вам не объяснит, что это такое. Да, это как, я не знаю, кому-то, кто никогда там не ел винегрет, никогда не видел винегрет, по каким-то, так сказать, описаниям рецепта, рассказывает, что такое винегрет. Это все равно не будет то же самое, даст какое-то представление, но это не будет тем же самым. Но очень интересна, так сказать, идея. И идея в том, что есть понятие чистое и нечистое, есть понятие добро и зло, есть духовное очищение, есть духовное загрязнение. Это очень важное понятие, потому что они постепенно, так сказать, деградируют, я бы так сказал, в нашем обществе, размываются в нашем обществе, где бы вы ни жили. И, например, я последний раз был в бывшем Советском Союзе в 1994 году, поэтому я, если я скажу что-то, что не до конца соответствует реальности, я извиняюсь, я прошу прощения. Но так мне кажется, что в Советском Союзе были какие-то надуманные, так сказать, искусственные ценности и идеалы, над которыми все смеялись. Когда они рухнули, то ничего, так сказать, настоящего им в замену не пришло. И поэтому это заменили какие-то деньги, какие-то, так сказать, просто, так сказать, клептомафиозные ценности. И по большому счету, я не говорю про всех, но для значительного количества людей. И в западном мире этого не произошло, но в западном мире постепенно размывается понятие, что правда, неправда. Да, что детям рассказывают, что там есть от семи до бесконечности количество полов и какие-то там дикие вещи. И уже, я помню, когда я был резидентом, уже, слава богу, почти 20 лет назад, то, я помню, начиналась война с Саддамом Хусейном. И уже тогда, я помню, в госпитале говорили, я, так сказать, не спорил, но я заметил, что были люди, которые были убеждены, что нету правды и неправды. У Саддама Хусейна своя правда и т.д. и т.п. И это прямая противоположность тому, что говорит нам книговая икра. Есть границы, есть четкие рамки. И у каждого человека в каждой ситуации есть свой подход к Всевышнему. Каждая ситуация этого икра зовет, так сказать, человека к Всевышнему, но эти рамки есть. Есть такое понятие жертва, да. Люди не любят чем-то жертвовать. Почему я должен чем-то жертвовать, особенно если нету объективной правды, неправды. Почему я должен жертвовать чем-то? Это, так сказать, на этом, например, строилось американское общество. Я надеюсь, что оно пойдет, так сказать, в хорошем направлении. Меня, так сказать, не думаю, что меня кто-то спрашивает. Но просто такое наблюдение. Так сказать, в нашем офисе люди хотят смотреть какие-то фильмы. Мы включаем канал, так сказать, самый нейтральный, где есть старые какие-то вестерны и какие-то шоу. И в них намного больше ценностей. Я, как вы знаете, есть пассивное курение, у меня есть пассивное смотрение. Я там хожу, краем глаз на это смотрю. И я вижу, что это как-то, знаете, так сказать, выветривается, к сожалению. Да, посмотрите, что президент Линкольн сказал после битвы под Геттисбургом про самопожертвования, про идеалы. Я не уверен, что сейчас бы президент такое сказал. И это, так сказать, концептуальная идея, что для того, чтобы жить и приближаться к Всевышнему, должна быть чистота, нечистота. Нужно это знать, добро и зло. Должно быть, люди должны их жертвовать. Это не значит, так сказать, какой-то, так сказать, как было в бывшем Советском Союзе, что разумное планирование и технологический прогресс заменяются повальным героизмом. Нет, не в этом смысле. Но должны уметь не держать себя в фокусе мира. То есть уметь, должны понимать, что, так сказать, что есть они, у них есть интересы, и это легитимно. Но нужно уметь жертвовать свои ресурсы, время и т.д. и т.п. Может быть, это банальные вещи, но это, так сказать, канва, на мой взгляд, всей книги Войкра. И я бы еще хотел сказать дополнительно несколько уроков, которые, может быть, пригодятся вам на каждый день. В этой части я бы коротко хотел бы вам сказать несколько уроков. Не знаю, обращали вы на это внимание. Я бы начну с создания Мишкана. Я, наверное, еще не буду повторяться. Может быть, какие-то из этих идей я упоминал в прошлых беседах, но здесь я их немножко сконцентрировал. Во-первых, собирание денег на Мишкан. Это в главе Пикудей. Муше сказал, да я. Муше сказал, хватит. Я много раз, то есть евреи приносили больше и больше денег и драгоценных металлов на создание переносного храма. Муше сказал, хватит, есть достаточно. Теперь, если вы когда-то были на какой-то, так сказать, благотворительной компании или участвовали в какой-то там, так сказать, то, что называется фандрейзинг, собирали деньги для чего-то. За всю мою жизнь я ни разу не видел, чтобы кто-то сказал, хватит. Давайте еще, почему нет? Да, дайте еще, если хорошая, так сказать, идея. Почему так останется на запас? Я никогда не слышал, никогда, ни в одной ситуации, что кто-то сказал, хватит. Почему Муше Рабейнов сказал, хватит? По очень интересной причине. Потому что, если вы помните, в то время не было бумажных денег. Да, это были шекель, это мера веса. Как сейчас переводят вунца или в граммы, серебра. Шекель это серебро. Шекель окудыш, там и т.д. и т.п. Были какие-то золотые меры веса, слитки или какие-то там, в общем, какие-то. Все определялось по весу. И поэтому, когда 600 тысяч людей приносят эти все, так сказать, кусочки драгоценных металлов, это весит довольно много. И если вы помните, они находятся в пустыне. И это все кто-то должен носить потом. И носили это левиты, да? Все кто-то должен носить. И в этом есть очень глубокая идея. Бали Муссара об этом говорят. Рафа Металь всегда это говорил своим студентам, насколько мне сказали. Что есть меры, которые вы не можете выбирать. Например, пол шекеля. Всевышний сказал, вы делаете, тяжело, легко, нужно нести. Нужно соблюдать шаббат, нужно соблюдать кашрут. Есть разные там уровни, это должно быть, так сказать, подстроено под вашу ситуацию. Нужно, да. Но, когда вы идете по-английски оверборд, когда вы хотите принести больше, делать больше, чем нужно. Даже если вам кажется, что это замечательно. Я буду там учить Тору 5 часов в день. Замечательно. А кто будет заниматься домом? А кто будет заниматься, там, я не знаю, кем? Кто будет зарабатывать на жизнь? Кто это будет нести? Кто это будет, так сказать, на чьи плечи это падет? Это обязательно, этот вопрос должен подняться. Да, я, что бы вы ни делали. Если это больше того, чем требует Аллаха в ваших условиях, ситуации и времени, всегда должен быть задан вопрос, говорит Раф Саландер, кто это будет нести? На чьи плечи это упадет. И иногда, нужно сказать, хватит, не нужно, не нужно. Потому что вы, так сказать, делаете, вы становитесь героем, а кто-то там сгибается под ношей, так сказать, физически или эмоционально. Это, в этом, так сказать, нету ничего хорошего. И наоборот, иногда, так сказать, ядца с хоробой вседо, то, что называется. То есть, с одной стороны, хорошую вещь, казалось бы, которую человек делает, теряется по сравнению с тем ущербом, который он наносит. Это первая идея. Вторая идея, очень интересная, это то, что балки в мешкане были, выглядели одинаково. Выглядели одинаково. И, казалось бы, между ними не было никакой разницы. Но Медраж Мудрецы говорят, что балки, заборы, так сказать, ограда с северной стороны из-за килим, из-за присутствия Всевышнего обрадала большей святостью, чем ограда южной стороны. И, кстати, вы знаете, если вы когда-то видели Талит, в большинстве общин есть, так называемая, полоска наверху Талита. Но иногда на ней написано Браха, называется Атара. Так вот, одна из причин показывает, что верхняя сторона Талита как бы обрадает большей святостью, чем нижняя сторона Талита. Хотя между ними нет никакой разницы. Я хочу оговориться, что в некоторой хасистской общине, включая общину Хабада, так по каким-то причинам не делают. Я не буду это обсуждать. Мы уважаем их обычаи тоже. Но в классической Талите, у Ашкиназима, у Сфарадима и у всех остальных там есть это Атара. Иногда они еще делают такие серебряные, так сказать, такие выкладки, так сказать, узоры и т.д. И это показывает очень интересную идею, что, казалось бы, нет никакой разницы между балками с двух сторон. Но балки, которые находятся ближе к святости, они остаются балками. Даже если в них ничего не меняется. Их статус меняется. Поэтому старайтесь быть ближе к святости. Лучше быть хвостом, как, так сказать, льва, а не головой лисиц. Как бы это ни говорили, что лучше быть ближе к святости. Это на вас повлияет. Есть такое выражение, что иногда человек, даже если он заходит какую-то булочную или парфюмерную, даже если он ничего не купил, он пропитался этим ароматом. Помните об этом. Еще одна идея, которую, так сказать, важно помнить, это идея того, как разделяются жертвоприношения в храме. Есть жертвоприношение ула, которое целиком сжигалось и поднималось. Оно очень интересное. Оно связано и с нашими мыслями. Как сказано, ауле, аруха, хэм приходит вам в голову. И это может быть искупать за какие-то упущенные возможности, митсвот асэ. И в каких-то других случаях я не буду входить в добровольное приношение. Но это символизирует нашу полную отдачу Всевышнему. Есть хатат. Хатат – это или ашам, я не буду входить в детали. Это жертвы, которые связаны с прегрешением. Обычно, например, ашагагато хатат. Если человек случайно нарушил субботу, по неведению, во время храма он приношил жертву. Лахто или ахтима тарай – это значит промахнулся. Человек промахнулся, но ничего плохого не хотел. Он промахнулся. Бывает, и промахи бывают у всех людей. И оно связано, во-первых, с мыслами и с раскаяниями самого человека. И есть много комментариев, которые, так сказать, описывают, что человек должен представить себя вместо этого животного. Но это связано со справлением греха. И есть понятие шламим. Понятие шламим – это от слова шалом. Это дословно, как бы в кавычках, иногда говорят, как бы здесь, так можно сказать, ухлима шухангавоа. То есть это как бы трапеза вместе со Всевышним. То есть часть идет на жертвенник, часть идет куаним, и часть идет хозяевам, иногда еще другим людям. И опять же, курбан туда – это очень интересный частный случай, когда его нужно съесть всю тушу животного за 24 часа, и там очень много хлебов. И поэтому единственная возможность это съесть, это если пригласить гостей, и отсюда, так сказать, идет обычай в синагогах кормить всю синагогу, если есть какой-то, так сказать, симха, если есть какая-то радость, кедуш, там и т.д. И это показывает, что такое шалом, что такое гармония в еврейской традиции. Это то, что гармония не достигается односторонностью. Гармония – это когда есть, как бы, часть, дословно, идет Всевышнему, часть – куаним, и часть – хозяевам, и иногда – гостям. И в наше время наш стол, особенно шабатный стол, заменяет жертвенник. В этом есть глубокие, так сказать, корни. Как я уже упоминал, у ашкенадских евреев был старый обычай, что в северных странах, когда евреев хоронили в гробу, их часто делали гроб из стола. Потому что доски стола как бы напоминают жертвенника, напоминают о заслугах человека, который он делал там трапезы, приглашал людей. Я лкашерную еду за этим столом, говорил слова Торы и т.д. Очень известная вещь – это то, что сказано «нефиш киякрив». Нефиш – это имеется в виду как «нефашо», «души». Помните, как мертвые души. Души, можно сказать, просто люди. Нефиш киякрив – это человек, когда он принесет жертву. Но нефиш – это часть, это уровень души человека. Есть нарнахи, есть несколько уровней души человека. В простом понимании в человеке есть, так сказать, три уровня души. Нефиш, роах и нашама. Нефиш – это самая животная, низкая часть души человека, которая есть у животных. Рох – это эмоции, и нашама – это интеллект. Я так упрощаю. Так вот, именно нефиш, когда человек приносит самое, так сказать, базистое, самое, так сказать, нефиш связано кедаму, а нефиш, да, самая, так сказать, кровь символизирует нефиш и печень в медрашах. Это самая, так сказать, базисная животная сила человека, то есть, когда он привозит в свою сущность свою жизнь, так сказать, классический, когда бедный человек приносит последнее или лучшее в дар Всевышнему, или, так сказать, прямо или фигурально, в этом, так сказать, находится, так сказать, очень высокий полет, или когда мы именно поднимаем самые нижние наши этажи души. Это очень важно. Еще одна идея очень известная, они часто говорят о том, что сказано «рех, нехоах, благоухание» или, так сказать, это то, что, это «рех, нехоах» значит, что Всевышний желает жертвы и бедняка, и богача. И бедняк может приносить жертву птицу, и при нее сказано «быноцата». Ее приносили в жертву, сжигали ее, эту птицу, вместе с перьями. У перьев, как говорит, там вот отвратительный запах, когда их сжигают. Но, тем не менее, сказано, что это «рех, нехоах». Почему? Потому что бедный человек это принес, это иллюстрирует предыдущее высказывание. А кроме того, вот если говорят еще одну вещь, если птицу общипать, то птица будет выглядеть, так сказать, так убого, какая-то жалкая тушка, мы говорим, речь идет о голубе, например, и когда он будет видеть, как богатые люди приносят жертву, там, допустим, быка или, там, я не знаю, какую-то скотину, то он будет выглядеть очень, так сказать, ему будет очень неприятно. Поэтому Всевышний готов терпеть дурной запах, чтобы не унизить бедного человека. И иногда Бали и Мусар говорят, что нужно пойти на какие-то, так сказать, в рамках разумного действия, чтобы подбодрить человека. Одна интересная вещь, которая может подбодрить человека, это не отказывайтесь от его одолжения. Например, человек говорит, а можно я в этом помогу? Или, там, простая вещь, можно я вам сделаю стакан чая? Скажите, да, конечно, и потом скажите, да, это, ох, как мне это понравилось, если это не выглядит, так сказать, комично или трагикомично. Соглашайтесь, потому что человеку приятно, что он помог кому-то другому, он оказал какую-то помощь, там, можно я заплачу вам за такси? Я не знаю, какие-то такие не очень большие вещи. Иногда это поднимает человека, потому что он чувствует, что он делает что-то хорошее другим, и он чувствует хорошо, и вы чувствуете себя хорошо. Есть еще несколько моментов, это не последняя наша беседа про книгу «Воикра», но я хотел бы просто, так сказать, как я сказал, дать вам несколько уроков на каждый день. Посмотрите, покопайтесь, и не забывайте о том, как нужно жить вместе со Всевышним. Не забывайте, что законы – это черный огонь на белом огне, они должны быть в контексте, и даже в самых нелицеприятных ситуациях всегда есть этот маленький алиф. Всевышний всегда с нами. Спасибо. Продолжение следует...